Приветствую вас на канале блог инженера Павлова. В предыдущем видео я рассказал теорию по модулю зарядки на микросхеме TP4056. Кто не посмотрел, рекомендую посмотреть. Ссылка на видео будет в описании к данному видеоролику. Это же видео будет практическим. Я покажу внедрение модуля зарядки в микрофон МКС-100. Вы конечно же спросите, зачем это нужно в микрофон устанавливать эту плату зарядки. А все дело в том, что в этом микрофоне применяются две батареи типоразмером R10 или советский типоразмер батарей 332, который сейчас найти непросто. Поэтому я решил вместо двух батарей R10 установить в микрофон литий-полимерный аккумулятор модели LP601730 с номинальным напряжением 3,7 вольта и модуль зарядки к аккумулятору. Кроме того, данный аккумулятор и модуль зарядки хорошо подходит по габаритам. Для зарядки будет использоваться разъем microUSB, то есть можно будет применять зарядное устройство для смартфона или заряжать от USB порта компьютера. Для работы мне потребуется модуль зарядки, сам микрофон, аккумулятор, разъем типа папа и мама для подключения модуль зарядки к микрофону, а также SMD резистор типа размера 0805 для задания тока зарядки. Теперь я расскажу, как выбрать номинал резистора для задания максимального тока заряда. Аккумулятор, который я применяю, имеет емкость 250 мАч. Литий-полимерный аккумулятор рекомендуется заряжать током, не превышающий значение максимальной емкости литий-полимерного аккумулятора. Поэтому в одно из условий ток не более 250 мАч. Еще одно условие ставит источник питания. В данном случае ограничение накладывает порт USB компьютера. Максимальный ток порта USB не должен превышать 500 мАч. В моем случае это условие выполняется. Зарядный ток в два раза меньше предельного тока порта USB. Теперь есть таблицы, которые есть в документации на микросхеме TP4056. Убираю для тока 250 мАч резистор с сопротивлением 5 кОм. Так как в ряде Е24 сопротивления такого номинала нет, выбираю ближайшее значение сопротивления резистора 5,1 кОм. Выпаиваю резистор, задающий ток номиналом 1,2 кОм. На его место я ставлю резистор типа размера 0,8-0,5 с сопротивлением 5,1 кОм. Припаиваю разъем типа папа к плате микрофона. А разъем типа мама к модулю зарядки. Теперь я припаиваю к модулю зарядки литий-полимерный аккумулятор. Подключаю к источнику питания и проверяю работу модуля зарядки. Как видно сейчас горит красный светодиод. Идет процесс зарядки. Через некоторое время загорается синий светодиод. Зарядка батареи завершена. Теперь я скреплю скотчем аккумулятор и плату модуля зарядки и установлю все это в микрофон. Применение разъема для подключения модуля зарядки с аккумулятором позволяет легко перейти от использования аккумулятора в микрофоне к обычным гальваническим батареям, а также отключать аккумулятор от микрофона, когда микрофон не используется. Микрофон готов к работе. Вот и все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!